Максим маркетолог, вкратце. Максим работал действительно с такими крупными компаниями и клиентами. С Тони Роббинсом работал, кто знает, кто не знает. Blackstar компания, Synergya, Lightcenter, Radislav Gantupas. Я думаю, про кейсы Максим сам подробнее расскажет, вы поймете, о чем сегодняшнее выступление. Мы с Максимом договорились, что будет контент про правильный SMM и контент-маркетинг. По аналогии привести такую табуретку с четырьмя ножками. Правильный SMM и контент-маркетинг – это четвертая ножка, которая всегда шатается. У русских, не у русских. Здесь у нас в России. Короче, не знаю. Но я вижу, что контент-маркетинг вообще очень такая слабая тема у всех. Все думают, что вот контент создавать, это как бы в Яндексе гуглить картинки и в соцсети эти картинки как бы копировать в свои соцсети компании. Инстаграм если ввести, то там можно публиковать что-нибудь такое, что в Яндексе есть. В общем, как бы я сейчас утрировал, но в целом в среднем по погоде так, что предприниматели в России, вот микробизнес, малый бизнес, вообще представления не имеют, что такое контент-маркетинг, SMM. Ну, Максим меня чуть-чуть подправит, если что. То есть формулировка темы может быть сейчас другая, но это не суть. Суть будет про вот это, про SMM. Что такое SMM? Как это все вообще происходит? Сегодня тема «Правильный SMM». Меня зовут Макс Белоусов, я маркетолог, занимаюсь маркетингом уже порядка 8 лет. Первое, с чего хочу начать, это то, что у вас есть возможность получить от меня бонусы. Всем, кто сегодня будет смотреть данное мое выступление и отметит меня в Instagram Stories, ссылка на мой аккаунт, вот, небо табу, ник, вы получите секретную ссылку с доступом к бонусам, там топ-200 сервисов для маркетолога, топ-1000 книг по маркетингу и 60 часов моего курса по маркетингу. Соответственно, всем самым активным welcome ко мне в Instagram, подписывайтесь, скину ссылочку. Итак, план сегодняшнего выступления. Разберемся, что такое SMM, разберем успешные примеры и кейсы внедрения правильного SMM, психологии SMM, механика SMM и продвижения и креатив. Итак, давайте немножко познакомимся, чтобы вы мне больше доверяли как спикеру, моей экспертности. Меня зовут Макс Белоусов, я уже сказал, я являюсь экспертом по стратегическому и комплексному маркетингу, вхожу в топ-100 лучших маркетологов России и СНГ по версии портала PRBZ. Немножко про мои кейсы, быстро пролистай, не буду задерживать ваше время. Итак, я успел поработать с своим агентством, с Тони Робинс, Аяс Шубудинов, Радислав Гендапас, продвижение бизнес-клубов. Мое агентство занимается продвижением крупных мероприятий. То есть вот можете посмотреть некоторые кейсы, которые вывел на слайде. Работали также еще со Сколково, с различными бизнес-конференциями и с артистами Blackstar. Также поработали более чем со 100 компаниями из различных ниш, это и мебель, и еда, и одежда. Некоторые фотографии, как социальные доказательства того, что я вам лапшу на уши не вешаю. Вот тут, кстати, есть фотография бизнеса, который я с партнером успешно создал, и после этого мы продали его. Это Миллиор, то есть также у меня есть опыт в бизнесе. Вот, знаком с продюсером Иваном Шаповаловым, так как долгое время занимался музыкой. Вот, работал в лайк-центре, также был методологом в лайк-центре, то есть разрабатывал курсы масштабирования, лайк-безет, долина, концентрат, проект X. То есть то, что там про маркетинг рассказывается, я приложил к этому руку. Вот, ездил по всему миру, продвигал семинары Тони Робинс, то есть не только в Москве в Олимпийском, но и по всему миру. Был три раза в Лондоне, в Сингапуре, в Майами, в Австралии. Вот, соответственно, более 500 миллионов рублей выручки принес своим клиентам. Да, то есть вот, надеюсь, ко мне доверие появилось, к моему опыту. Вот, давайте теперь я буду этим опытом с вами делиться, надеюсь, вам будет полезно. У меня тайминг примерно 45 минут, я постараюсь успеть все вам рассказать. Если что-то не успею, у вас будет возможность получить данную презентацию. Если отметите меня в Инстаграм, как я уже сказал, ссылка на мой Инстаграм будет на слайдах. Да, то есть если вы не успели, подписывайтесь, отмечайте меня, скину вам ссылочку на презентацию и на бонусы. Итак, что же такое СММ? Какие цели и задачи преследует социал-медиа-маркетинг? Это, прежде всего, коммуникация с клиентами, то есть коммуникация в социальных сетях с вашими потенциальными клиентами. Давайте разберемся сначала, какие три задачи основные есть в маркетинге. Это привлечение, вовлечение и возврат клиентов. Это основные методы работы с клиентами, основные задачи маркетинга. Задача СММ, если мы говорим про СММ, это выстраивание долгосрочных доверительных отношений с клиентами. И здесь очень важный момент, что многие думают, что очень важно, естественно, работать с лидерами мнений, с блогерами, там была сегодня тема. Я считаю, что важно не кто обладает влиянием, то есть доступ к аудитории, а кто ему подвержен. То есть нужно анализировать, прежде всего, так называемые мягкие культы, о чем я сегодня буду тоже рассказывать, очень интересная тема. И следующий момент, который тоже важен, это встречает по упаковке, провожает по продукту. То есть вот есть такая популярная фраза, что встречает по одежке, провожает по уму, такая вот присказка, да, я ее немножко перефразировал, встречает по упаковке, провожает по продукту. То есть первый момент, который очень важен, да, если мы говорим про социальные сети, про SMM — это визуал, то есть как мы себя позиционируем в интернете с точки зрения визуала, как мы выглядим, как мы упакованы. Давайте поговорим про важные принципы SMM. Первое, как я уже сказал, это понятная упаковка и цепляющий визуал. Про понятную упаковку, как ее создать, я скажу чуть позже. Дальше эффект боулинга. Очень интересная тема, про которую мало кто говорит, но она очень часто встречается в продвижении различных проектов в интернете. То есть когда мы говорим про какие-то сервисы, продукты, то что такое эффект боулинга? Это распространение идеи за счет, как я сказал, мягкого культа. То есть мы внедряем, представьте себе шар для боулинга, мы его кидаем, он сбивает группу кеглей. Соответственно, мы должны работать с уже сформированными группами, которые выстроены вокруг какой-то идеи, о каком-то фобе, интереса. Соответственно, как это внедрять, как это использовать, тоже чуть позже расскажу. Зафиксируйте пока эффект боулинга. Дальше. Принцип воронки. То есть стандартный принцип понятия воронки – это когда мы не знаем о продукте, потом мы что-то знаем о продукте, и нам становится интересно, мы покупаем. Это стандартная воронка в интернете. Дальше. Принцип эволюции клиента. Тоже очень важный момент. На этом поподробнее. Смотрите. Задача СММ, так как это коммуникация, вам выстроить долгосрочные доверительные отношения с клиентом, как я уже сказал. Но вам важно понимать, что когда вы выстраиваете эти долгосрочные отношения, вы делаете большое количество касаний с клиентами, вы трансформируете клиента. То есть я эту тему узнал у одного из моих знакомых маркетологов, он мне ее рассказал, и она мне очень понравилась. Значит, какой принцип вот этого всего, принцип эволюции клиента. Сначала клиент – жертва. То есть у него какая-то проблема. То есть он, можно так сказать, негармоничен, нестабилен, неполноценен. То есть у него есть какая-то проблема, которую он хочет решить. С помощью вашего контента он может ее начинать решать постепенно. И следующим этапом после жертвы осознанной, точнее проснувшейся, клиент называется проснувшейся. То есть когда вы ему, когда вы его обучаете покупать у себя, когда вы его привлекаете к себе как личному бренду, как к своему продукту, компании, и он осознает, что его проблема, то есть почему проснувшийся, потому что он осознает, что эту проблему можно решить с вами. То есть приходит осознание. После этого следующий этап – это фанат вашего бренда, грубо говоря. То есть если взять там три этапа. То есть еще раз – жертва, проснувшийся и фанат. Соответственно, вы с помощью контента, с помощью СММ вы проводите клиента через эту трансформацию за счет текстов, постов, рекламы, вебинаров, еще чего. Дальше. Принцип мягкого культа. Что же это такое? Есть, предположим, какая-то религиозная секта. Или, не знаю, спортивный клуб, либо, не знаю, лайк-центр, тот же самый. Это все мягкий культ, потому что люди собраны вокруг какой-то идеи общей. То есть они могут заниматься разными абсолютно вещами в жизни, но когда речь заходит о том, что их объединяет, они, соответственно, как единый организм уступают. Вот нужно работать с этими едиными организмами. Это если мы говорим, скажем, про парсинг аудитории, да, там, скажем, когда мы рекламируемся, да, там, ищем сегмент аудитории, с которым мы работаем и для кого мы пишем контент. Так, сейчас я проверю, все ли нормально. Так, 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 так. Если что, пишите мне здесь в комментариях, я иногда буду проверять, вдруг что-то не так, да, там, может быть, какие-то вопросы будут. Итак, принцип упаковки. Понятный и цепляющий упаковки. Клиент должен за 15 секунд ответить на три вопроса. Куда он попал, что ему предлагают, нахрена ему это надо. Если он за 15 секунд не может ответить на эти три вопроса, он уходит, потому что в социальных сетях среднее время продолжительности сессии, проведенного человека на сайте, на вашем аккаунте Инстаграм, это примерно 15 секунд. Соответственно, правило 15 секунд. Это три вопроса, на которые он должен сразу дать себе ответ, когда он заходит на ваш Инстаграм. Куда он попал, что ему предлагается и зачем ему это надо. За счет текста визуальной информации, за счет упаковки, за счет описания профиля вы это ему доносите. За счет сохраненных сторис, за счет постов, за счет дизайна, макетов. Вот это все вы должны ему донести. И за 15 секунд он принимает решение, читать ли дальше ваш профиль, подписываться ли, оставлять заявку. Поэтому это важный момент, тоже зафиксируйте. Дальше. Есть два типа подхода, с которыми я чаще всего сталкиваюсь. Это продажи в лоб. Когда мы пытаемся впарить сразу, получаем случайные продажи от сформированного спроса. Что значит сформированный спрос? Это когда у людей есть четкое понимание, что им что-то надо, они конкретно ищут. И, соответственно, чаще всего сформированный спрос, он в Google и в Яндексе. Когда люди вбивают, там, купить холодильник, там, не знаю, там, курс по маркетингу, да, там, купить. Это сформированный спрос, у человека сформированная мотивация что-то найти. Но минус стратегии в лоб продажи, когда вот мы работаем с людьми, у которых уже что-то горит внутри, они хотят нас найти, это то, что таких людей мало. Если мы хотим масштабироваться, если мы хотим стабильный бизнес, да, там, который приносит нам деньги, нам нужно работать в долгую. Как раз-таки здесь, в стратегии в долгую, в выстраивании долгосрочных отношений с нашим клиентом, это как раз-таки СММ, то есть мы получаем больший объем за счет того, что мы думаем в долгую. То есть не сейчас, как бы, впарить и продать, а выстроить доверительные отношения и дальше продать. Можно это сравнить с отношением мужчин и женщин. Ведь, ну, вы же, если говорить, так скажем, вот, предположим, вы мужчины, вы же не на первом свидании будете говорить девушке, давай пойдем там, нарожаем детей и идем в ЗАГС. Да, естественно, какой-то процент конверсии есть в это, да, то есть там 3-5% девушек на это согласятся. Это как раз сформированный спрос, это девушки, которым больше всех надо, да, то есть которые уже понимают ценность, они этого ждут и они, соответственно, готовы на это пойти. Но оставшиеся 95% они на это не готовы. Соответственно, вы что делаете? Ходите на свидания, рассказываете о тебе, там, рассказываете о своем хобби, да, там, ходите в кино, там, дарите какие-то подарки. Вот как раз-таки вот это, это и есть трансформация, о которой я говорю клиенту, да, то есть и вы учите его покупать ваш продукт, да, то есть вы делаете его вашим фанатам. Итак, соответственно, если мы выбираем стратегию в долгую, то здесь вот есть такая фраза, которая тоже написала, лучше 100 продаж потом, чем одна сейчас, согласитесь, да. Дальше, значит, давайте разберем примеры и кейсы внедрения, успешного внедрения социал-медиа-маркетинга, да, там, в моих проектах, которые мы делали, там, с моей командой, с моим агентством. Первый, кейс Тони Робинс в Олимпийском. Я думаю, многие слышали про это мероприятие в Олимпийском, когда мы собрали 26 тысяч человек, соответственно, тут важно не то, что мы собрали 26 тысяч человек, а важно, как мы это сделали. И нет, это не потому, что там была куча рекламы, там, на телевидении, на радио, там, в журналах, на улицах, в интернете. Нет, потому что в течение двух лет, когда я работал в компании Мид Партнерс, да, которая была эксклюзивным представителем Тони Робинс в России, и я в течение двух лет формировал фанатскую базу подписную. То есть за два года я сделал 400 тысяч подписчиков во всех социальных сетях, это YouTube, Instagram, Telegram и так далее. Какая-то часть из этих людей, естественно, имела возможность ездить за рубеж на его семинары, да, то есть там в Лондон, там в Сингапур, в Австралию и так далее. Но не у всех была возможность, там, себе визу, там, сделать, да, там, на две недели из бизнеса выйти. Соответственно, копилась большая группа фанатской людей, которые хотели поехать на Тони Робинс, но у них не было возможности, когда объявили о том, что вот он приезжает в Москву, они тут же ломанулись, купили билеты. Вот за первые сутки я сделал продаж на 75 миллионов рублей. Только вот на ту аудиторию, которая вот реально вот следила-следила, им выкинули офферы, и они тут же побежали покупать. Это еще называется техника launch, техника запуска. Одни можете почитать у Джеффа Уокера книга запуска, да, вот, может быть, слышали. Он как раз-таки рассказывает о том, что если вы хотите сделать большее количество продаж, вам нужно сделать запуск, да, есть два типа запуска. Evergreen и с конкретной датой. Evergreen – это вечно зеленая автоворонка, которая там работает, там, неважно, там, какой день, какое время, какая дата, вот. Есть техника автоворонки утепления аудитории к определенной дате. Соответственно, вот мы это и сделали. То есть мы в течение двух лет утепляли аудиторию, и потом дали им оффер, они побежали и купили. Также это можно внедрять не только в онлайн-образование, но и там в магазине цветов, там, не знаю, там, в салоне красоты. То есть, скажем, сейчас кризис, сейчас самоизоляция, все салоны красоты закрыты, у вас есть уникальная возможность набрать за этот месяц пул активной, горячей аудитории, которая вам доверяет, и, соответственно, там сделать, скажем, предпродажу. Либо сделать, там, предрегистрацию, да, скажем, на какую-нибудь, там, крутую фишку, когда, там, ваш салон красоты откроется. Дальше, какой кейс? Онлайн-школа «Звучать в мире», где я являюсь партнером. Да, вот, я с нуля создал онлайн-школу по вокалу с Натальей Сидорцовой, участница шоу «Голос», звезда мюзиклов, там, коуч, певица, актриса. Да, вот, мы с ней сначала познакомились, когда я у нее занимался вокалом, год мы друг к другу присматривались, после этого я решил ей предложить сделать онлайн-школу по вокалу. Она отметила, что невозможно обучать вокалу, там, дистанционно по интернету, была куча, там, вопросов и сомнений, но я говорю, слушай, давай попробуем, у тебя активная аудитория, так как у меня в Инстаграме 30 тысяч подписчиков, я говорю, давай сделаем. В итоге мы за месяц запуска на коленке, когда там просто я создал сайт, там, серия каких-то автовебинаров, мы сделали порядка миллионы рублей. Просто за счет того, что была активная аудитория, фанатская, которая следила за Натальей, и мы сделали вот такой вот лонч-запуск. Сейчас, естественно, мы нашли инвестора, это все упаковали хорошо, и это все продвигаем. Дальше, кейс компании Миллор, да, вот я уже рассказывал, что у меня был кейс по созданию с нуля, там, я был сооснователем компании Миллор, это автомобильный парфюм, можете найти в интернете, посмотреть. Мы эту компанию продали, сейчас многие владельцы, но основательными были мы с Владимиром Хакриловым. Очень интересный кейс именно с точки зрения ТММ. Продукт хотели распространять по всем городам, а была идея того, что чтобы распространить его более быстрым способом, нам нужны партнеры в городах, дилеры, да. Соответственно, мы за месяц закрыли 85 дилеров от 50 до 150 тысяч рублей, которые закупили у нас продукт. При этом, когда мы начинали, у нас не было ни сайта, ни производства, ничего вообще, там, ни команды, ничего. Соответственно, мы по технике, как Планеты.ру, краудфандинг, мы сказали, ребят, вот у нас есть прототип продукта, кому интересно, вложите деньги, станьте эксклюзивными партнерами в городах, и через месяц мы вам вышли продукт. Мы так и сделали. И, соответственно, в течение месяца мы их кормили информацией порционно, постепенно, то есть не сразу вываливали на них там весь полуобъем информации, который мог им просто голову взорвать. Мы это делали постепенно, по чуть-чуть, порционно. Соответственно, сначала мы рассказали про то, что есть идея заработка вам в регионах от 150 тысяч рублей в месяц. Дальше мы рассказали то, что есть прототип продукта, с помощью которого можете зарабатывать на этом. После этого мы провели несколько онлайн-трансляций, где рассказали про продукт, где были первые желающие купить у нас партнерство. После этого мы рассказали про то, что мы хотим попробовать поучаствовать в школу молодого миллиардера Forbes, то есть с этим проектом. Мы туда, кстати, попали, прошли отбор. С течением месяца, соответственно, я это все выкладывал в своем блоге ВКонтакте. Люди читали, читали, подогревались, и после этого, когда мы говорим, ребята, все, окно открыто, давайте, залетайте, уже 5 партнеров есть. Мы закрыли 85 партнеров за месяц. Представляете, это гигантские показатели, очень крутые результаты. Дальше, кейс, сервис по автоматизации ресторанов QuickRest. Они ко мне обратились, когда сказали, что у них очень дорогая заявка привлечения, полторы тысячи рублей за заявку. Они продавали в лоб. Вот, поставь себе нашу систему автоматизации в рестораны и свой бизнес. Понятное дело, что, вот если говорить про сформированный спрос, то люди, которые дошли до того, что им нужно поставить автоматизацию в свой ресторан, ну их, блин, раз-два и обчелся, правильно? То есть очень маленькая аудитория. Но по их юнит-экономике, по их математике бизнеса, они должны были получать заявку в районе 200-300 рублей. При этом объем заявок должен был быть большим, потому что конверсии в продажу, в установку этого сервиса примерно 20%. И этот сервис стоит полторы тысячи рублей за месяц. Соответственно, я когда пришел, я говорю, ребят, давайте не в лоб закрывать, давайте привлекать сначала. Первое касание должно быть простым. То есть я это еще называю легкая точка входа. Что я сделал? Я не показывал в рекламе, типа, если у тебя есть ресторан, установи систему автоматизации ресторана. Я закрывал на общие боли, общие проблемы, с которыми сталкиваются абсолютно все владельцы ресторанов. Это увеличение выручки, увеличение потока клиентов, снижение костов, разработка меню, там, поиск персонала. То есть я просто закрывал на лид-магнит, типа, там, скачайте, там, топ-10 советов, там, соответственно, как с этим работать, да, там, как вот решить вашу проблему. Они приходили, я получал контакты по 30 рублей. После этого была автоворонка, да, я ее чуть позже покажу, где просто мы постепенно продавали вот этим людям, которые скачали лид-магнит, идею того, что автоматизация для тебя это самый лучший выход, это, там, самое лучшее решение для того, чтобы ты, там, увеличил выручку, там, увеличил поток клиентов и так далее, да, там, снизил косты. Итак, еще один кейс, вот, сидит перед вами, это я, то есть, как SMM работает у меня, то есть именно поэтому, наверное, меня пригласили на эту конференцию, потому что Леонид, видимо, подписан на меня в Инстаграме, там, читал меня, вот, и ему нравится контент, который я там пишу. Вот, значит, в чем кейс, да, последние пять лет я, ну, в основном работал как наемный сотрудник, наемный директор по маркетингу. Ну, где-то в офисе, где-то удаленно, то, ну, в основном у меня, как бы, был основной проект, там, Аяс Шабудинов, там, Гондопас, Сколкова, там, либо Тони Робинс, где я два года поработал. Вот, и в какой-то момент я просто понимаю, что мне хочется открыть свое агентство, я хочу, там, выйти в свободное плавание и заниматься тем, что мне хочется, и как я это вижу. Соответственно, я скопил примерно два миллиона рублей, да, там, в течение, там, года, и после этого я увольняюсь с проекта, ухожу с проекта Тони Робинс и вваливаю два миллиона рублей в социальной сети. То есть в Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Ютуб, до этого, чтобы вы понимали, у меня было там 3-4 тысячи подписчиков суммарно, сейчас порядка 200 тысяч подписчиков. И что я сделал? Как бы, это все происходило по наитию, то есть у меня не было никакой стратегии, никакой задачи. Так, у меня нормально слышно? Сейчас я проверю. Примерно два миллиона рублей, да, там. Так, ну, вроде нормально. Сейчас я проверю в чатике. Так, ну окей, ну, вроде слышно. Итак, что же я сделал? Я начал просто постить контент полезный, вообще без продаж. То есть я рассказывал там про продажи, про психологию клиента, про точки касания. Два-три месяца я просто кормил людей контентом. При этом каждый пост я особо не заморачивался, просто бустил там промо-постами в Инстаграме, там, в других социальных сетях. То есть просто продвигал пост на аудиторию маркетологов. Соответственно, за три месяца я собрал вокруг себя активную аудиторию, которая меня читает, которым интересен мой контент, мой посыл, моя подача. После этого я думаю, блин, давай попробую что-нибудь продать им. И говорю, ребят, у меня стартует курс по маркетингу. Кому интересно, залетайте. Я не использовал прямую рекламу на сайт. У меня даже сайта не было. Я просто вот выставил эту информацию в сторис и за две недели продал на миллион рублей вот этим людям, которые сами мне просто писали в директ, и сказали, Макс, хочу. Макс, давай, неважно, сколько это стоит, ты крутой, я тебя там три месяца читаю, давай. После этого, как я продал этот курс, у меня уже было свое маркетинг-агентство. И суммарно на пять миллионов рублей мы еще продавали на услуг маркетинг-агентство по упаковке, продвижению мероприятий, созданию онлайн-школ, трафику, позиционирование, аудит компаниям делали. Что мне дали два миллиона, которые я вложил. Порядка 300% роя, 300 человек обучил, проконсультировал и рост среднего человека. Доверие ко мне возросло, потому что люди заходят, видят хорошую упаковку, хороший качественный контент, активная аудитория, соответственно, больше доверия ко мне как к специалисту. Дальше. Следующий момент, о котором я хотел сегодня поговорить, это психология СММ. Как влиять на клиента. Если хотите поподробнее об этом разобраться, потому что у меня тайминг ограничен, об этом я могу рассказывать неделями. У меня есть отдельное видео, двухчасовое, точнее, часовое выступление на другой конференции. Вот оно лежит в свободном доступе на моем YouTube-канале. Просто вбейте, вот здесь вот «Психология влияния в маркетинге». Там я очень подробно рассказываю именно про психологию, потому что там очень много моментов. Не успею вам сегодня их рассказать, но они супер классные и вам будет интересно. Тоже зуб даю. Посмотрите. Итак, какие основные принципы психологии в СММ? Можете сейчас зафоткать, сделать скриншот. Первое, о чем мы уже сказали, это трансформация подписчика. То есть, когда он приходит из состояния жертв, в состояние прослушившихся, и в состояние фанат вашего бренда. Дальше. Искренность. Потому что, ну, искренность не значит, что вы там показываете, как вы там едите, спите, там, не знаю, там, еще что-то. Искренность, это когда вы, людям сейчас очень важно, да, то есть, следующий момент, который тоже написал, не то, что вы о чем-то рассказываете, да, там, скажем, вы там рассказываете про маркетинг, там, не знаю, вот как вот, знаете, кто меня понимает, напишите плюсик в чате, когда вот вы заходите на очередной какой-нибудь аккаунт Инстаграма маркетолога, и там он рассказывает, как увеличить охваты, там, как оформлять социальные сети, там, как настроить рекламу. И как будто бы этот контент копируется от одного человека к другому. Я это называю принцип человеческой многоножки. Если смотрели такой фильм, да, человеческая многоножка, фильм жесткий, там, соответственно, прошу прощения, если кого-то же заобижу или кому-то станет плохим, там, когда там людей связали там жопой к лицу, там вот так вот получился такой цикл, да, там, когда человек какал, эта какашка попадала к нему там в рот, и следующий какал, высирал. И вот, вот что сейчас происходит с контентом, в основном по маркетингу и вообще в других стальных стях, там, ну, в других сферах. То есть люди, кто-то что-то придумал, другой взял это, съел, пересказал, высирал, то есть, грубо говоря, да, и дальше пошел по цепочке. Никто не занимается созданием уникального контента, потому что это сложно, да, легче, проще там взять, скопировать и там, как бы подать под своим соусом. Соответственно, люди сейчас очень жадные на качественный контент, а качественный контент это созданный вами, уникальный, либо же, да, что проще, когда вы не рассказываете про охваты просто, а когда вы рассказываете про ваши охваты, то есть, про вашу историю, именно про ваш опыт, потому что людям интересно слушать вашу историю, не просто про какое-то событие, то, что вы там озвучили, не знаю, вот коронавирус, да, ну, блин, все знают, что коронавирус, но как вы с этим справляетесь конкретно, людям интересно знать именно вашу личную историю, именно поэтому мы читаем книги, романы, смотрим сериалы, вот, потому что мы переживаем за конкретным человеком. Нам интересно, как он конкретно к этому относится. Дальше. Клиент должен видеть себя в тексте. Вы пишете какой-то пост, когда вы общаетесь с аудиторией. Важно, чтобы то, что вы говорили, им откликалось. То есть, если я, скажем, хочу вот у меня цель вызвать у потенциального клиента желание купить мой курс, предположим, первое, что я должен сделать, это сформировать в него потребность, проблему. То есть, ограничить, очертить проблему, которую я решу своим продуктом. Но первое, что меня ждет, ее сначала человеку показать. Соответственно, я рассказываю про просто свой пример, скажем, из жизни, где я сталкивался с такой же проблемой, как моя потенциальная аудитория, и я ее решил таким вот образом. Кому это подходит, вот, пожалуйста, приходите ко мне, у меня есть действия, как это можно прийти к результату. И люди, получается, когда видят то, что да, вот когда они читают этот текст, говорят, да, это про меня, да, вот он пишет, как будто бы, как будто моя история. Вот это идеальный пример того, как нужно писать контент в социальных сетях. Дальше, привлечение внимания, тоже я сегодня об этом буду говорить, касаться. Цепляющий образ. Не просто маркетолог, да, скажем, а там, ну, с какой-то определенной фишкой, там, упаковка, там, образ определенный, да, то есть должен быть цепляющий какой-то, ну, простой пример, да, куча есть фильмов, куча сериалов, ну, почему какие-то, там, или блогеров, каких-то вы запоминаете, там, актеров, там, блогеров, там, сериалы, фильмы, какие-то забываете, потому что что-то вас там цепануло. А цепляет вас именно искренность и яркий образ, то есть какой-то даже немножко гиперболизированный образ. В силу того, что у меня родители, актеры театра и кино, я активно изучал психологию, тоже там выступал, там, и снимался в различных, там, фильмах, сериалах, одно время, когда был юный. Вот, соответственно, я это называю эффект Станиславства, верю-не верю, да, то есть когда вы искренне что-то людям рассказываете, да, там, не из-под палки, не потому что, там, контент-план у вас висит, вам нужно для галочки какой-то пост сегодня выставить, а потому что у вас есть желание чем-то с людьми поделиться, да, то есть вот у меня папа однажды фразу классную сказал, что если тебе нечего сказать, не иди на сцену. То же самое я могу спроецировать на СММ. Если вам нечего сказать, не идите в социальные сети, вот, или не становитесь блогером. Дальше. Неидеальность. Люди ненавидят идеальных людей, идеальные бизнесы, идеальных блогеров. Люди хотят понимать, что блогер такой же, как и вы, потому что если он понимает, что вы идеальны, или вы создаете такую картинку, идеального такого вот образа, то вы дистанцируете очень сильно себя с вашей целевой аудитории. То есть вот эта дистанция, она все больше и больше становится, да. Почему Бузова, она популярна? Потому что она ближе к народу. Она так же херово поет, как и 90% женщин в караоке, либо когда напьются. А она такая же, ну, как бы недалекая, да, там не читает книги, так же, как и большинство там людей, там, которые просто смотрят фильмы, сериалы. То есть она настолько близка к народу, что народ ее любит, понимаете. То есть она кумиренна, поэтому люди ненавидят людей, которые выше их по статусу, зарабатывают кучу денег, умнее их, успешнее их, потому что люди им завидуют, и люди чувствуют свою ущербность, да. Вот этот эффект еще очень часто встречается в сериалах. Вот заметьте, последние там 5-10 лет про что сериалы? Не про успешных ведь людей, а про наркоманов, про убийц, про насильников, маньяков, алкоголиков, грабителей, да. Вот мы сейчас, скажем, с девушкой смотрим сериал, называется «Бумажный дом». Там про 6 аутсайдеров, которые решили ограбить монетный двор в Испании. Ну, сложно назвать этих людей успешными, да. То есть если бы у них было все хорошо, они бы не пошли грабить. Но при этом ты проникаешься к ним в любовь, да, или там сериал «Во все тяжкие», предположим. Да, вот про учителя химии, который отчаялся из-за того, что заболел раком, и он должен заработать деньги. Мы проникаемся этой историей, потому что она нам близка. Мы тоже такие же неудачники. Но при этом нам интересно смотреть, опять же, за трансформацией этого человека, как он проходит через эти трудности, да, как он это описывает, его историю жизни, потому что мы понимаем, причем очень важный момент, что в этих сериалах берут именно усиленный образ херового главного героя, ну, то есть неудачника, потому что, когда мы смотрим на него, мы понимаем, что если уж он смог, да, типа там с его херовой жизнью, херовыми ситуациями, то, что у него все, ну, прям жопа в жизни, да, то мы это точно сможем. Вот этот эффект, когда потенциальный клиент, читатель или зритель понимает, что он лучше, чем тот человек, который в сериале там на сцене, либо когда он что-то рассказывает. И вы проникаетесь любовью, да, к этому вот образу. Вот если вам понятно, напишите мне понятно или как-то на плюсик. Дальше. Создание естественного желания, сделать шаг в сторону вас и купить ваш продукт. То есть вы не должны, опять же, продавать в лоб. Вы должны создать желание клиента сделать шаг в вашу сторону. Дальше. Эмоциональные качели. Очень прикольный момент, когда вы гоняете человека из-за ощущения, там, все плохо, все хорошо. У меня нет шансов там что-то сделать. У меня есть там луч надежды. Вот. Это, опять же, про психологию. Можете посмотреть мой отдельное видео, там, выступление в YouTube набрать. Вот. И остальные моменты тоже там я описываю, так как тайминг ограничен. Давайте пойдем дальше. Вот. Кому интересно, более подробно, опять же, говорю, наберите психологию влияния в маркетинге в YouTube и посмотрите. Дальше. Механика SMM. Разработка точек касания и Customer Journey Map. То есть карта пути клиента. Принципы стратегии основные, которые есть в SMM. Первый. Я уже рассказал. Прогрев аудитории. Дальше. Вирусный контент. Вы создаете такой контент, которым не впадло поделиться. Не впадло, значит, ну, представьте себе, что у каждого из вас есть, ну, как бы, социальная сеть, да, это как, знаете, это как личное пространство. Соответственно, мы в свое личное пространство уже не пускаем каких-то там бомжей, непонятных людей, людей, которые мы не знаем, либо за которых нам стыдно. То же самое люди со своими социальными сетями, со своими страницами. То есть они не будут делиться контентом, который хреновый, которым просто стыдно поделиться, потому что они понимают, что если я сейчас сделаю репост, мои друзья этот контент увидят. Соответственно, вам нужно создавать такой контент, которым не впадло поделиться, которым будет желание поделиться, да, там, качественный визуал, какая-то полезная информация, либо какие-то социальные штампы, да, то есть если говорить про мягкий культ, когда, скажем, человек понимает, что это про него, что его друзья поймут, что если я сейчас сделаю репост, типа они оценят, ну, предположим, там, не знаю, там, человек топит за Навального, да, он сделал репост из-за паблика про Навального, и его друзья поймут, потому что социальный штамп, вот этот клей, который склеивает его с друзьями, один из них, это вот то, что мы, там, оппозиционеры, предположим, да, вот, соответственно, очень важно вот этот момент понимать, вот этого вирусного контента, принципа вирусного контента. Дальше, механика вовлечения, квесты, геймификация, это тренд последних, там, двух-трех лет, и он будет продолжаться, тоже сегодня покажу примеры того, как это делается, как это внедряется. Дальше, цепочка касаний, постепенное рождение ценностей, предложения. Все вы слышали про теорию, там, нескольких касаний, да, то есть, чем сложнее оффер, чем сложнее продукт, тем больше нужно касаний для того, чтобы продать. Поэтому тоже сегодня поговорю про то, как создавать литген-стратегию цепочки касаний, да, там, на примере клиентов, которые ко мне обращались в агентство за разработкой стратегии аудита. И последнее, это мафия-оффер. Сформируйте такой оффер, такое предложение, от которого, ну, невозможно отказаться, то есть, настолько ценность превышает цену, что человек купит в любом случае, даже если у него нет денег, возьмет кредит. Итак, по поводу мафия-оффер, по поводу стратегии, да, там, первое, с чего вам нужно начать, это воронка, то есть, вам нужно проработать точки касания, начав с проработки продуктовой матрицы, да, то есть, что на каждом этапе вы продаете, на каждом касании вы продаете клиенту, там, либо даете. Первое, что-то полезное, там, вы завлекаете, там, чек-листом, консультации бесплатные, там, серию полезных видео, да, там, лид-магнитом. Дальше, Tripwire, что-то дешевое, да, дальше, основной продукт, до продажи и тропинка возврата. Тропинка возврата – это когда вы создаете продукт, который держит аудиторию рядом с вами. Предположим, вот если говорить про Аяза Шабудинова, это вот у него есть проект «Армия», где там каждый месяц люди ставят цели и достигают их. То есть, продуктом «Армия» Аяз Шабудинов держит рядом с собой аудиторию даже тех, кто прошел всю его продуктовую матрицу. То есть, если люди купили все продукты, им, в принципе, вроде как нет смысла дальше там взаимодействовать с лайк-центром, но за счет продукта «Армия» они каждый месяц пролонгируют платежи, ставят себе новые цели, так как люди эволюционируют, они ставят новые цели, новые там, эти какие-то там цели в бизнесе, открывают новые бизнесы, они, соответственно, потом дальше понимают, что им хорошо было бы еще раз там пройти какой-то курс, там, масштабирование, там, либо, не знаю, там, долина, предположим, да. Вот, соответственно, другой пример из офлайна, да, скажем, вот есть одна компания, не помню, как называется, которая продавала кофемашины, но тропинка возврата у них служили капсулы, которые нельзя было купить нигде, кроме как в этой компании. Соответственно, она вроде бы продает кофемашины, но при этом, чтобы пользоваться этими кофемашинами, клиентам нужно покупать вот эти капсулы, каждые там 2-3 месяца. Соответственно, тропинка возврата в данном бизнесе – это капсулы. Вот пример того, как можно поработать с, там, скажем, вашей даже стираем-системой, чтобы поработать точки касания, что на каждом этапе вы делаете с вашими клиентами. При этом эти точки касания, естественно, могут быть реализованы в SMM тоже, в том числе. То есть, скажем, там, можно сделать определенный статус клиента, скажем, ознакомился с контентом, там, подписался. Например, вот в АМСРМ есть такая возможность создания диджитал-автоворонки, когда вы, там, отдел продаж, менеджер меняет статус, скажем, новая заявка на статус, там, скажем, созвонился, в автоматическом режиме этому человеку может показаться реклама ВКонтакте, предположим, да, где вы рассказываете, там, про кейс. Это, опять же, там, это же контент, то есть SMM – это общение, коммуникация с клиентом, да, это свидание, да, как я говорил, то есть когда мы продаем себя, продаем свой продукт. То есть и на первом касании вы, там, показали ему кейс в рекламе, дальше, там, вы можете показать ему, скажем, какой-то полезный контент, и после этого он ест, ест, ест и утепляется, и дальше покупает ваш продукт. Вот пример разработки точки касания для одной из компаний. Мастер Сьют занимается пошивом одежды, там, премиальной. Вот, соответственно, здесь проработано, что на каждом этапе, как мы коммуницируем, как мы взаимодействуем с клиентом, как мы, соответственно, разрабатываем, что на каждом этапе мы продаем, что мы подаем, да, то есть вот пример того, как это можно разработать для вашего бизнеса. Вот пример точек касания в нашем маркетинг-агентстве. От момента, там, поступления заявки до момента до продажи. То есть вот тоже пример. Пример или ген стратегии, да, то есть вот это все нужно, на самом деле, разрабатывать, если вы хотите хорошо коммуницировать с вашей аудиторией, получать успех и результат. Вот просто показываю пример того, как это делается. Пример автоворонки для Тони Робинс проекта, да, там, через колесо жизни, через колесо баланса. Когда человек, там, проходит тест, определяет, какие у него сильные и слабые стороны в жизни, после этого ему предлагается подписаться на контент по этой сфере, которая у него проседает, скажем, в здоровье. Вот он получает 7 дней контента, после этого там нативная продажа происходит на семинар. Вот пример сервиса автоматизации ресторанов, о котором я говорил, QuickRest, где мы снизили стоимость заявки с 1500 рублей до 150 рублей, причем конверсия в продажу осталась такой же. Вот я уже говорил, что мы закрывали на какую-то общую проблему, то есть SMM в данном случае контент служил легкой точкой входа, то есть мы не сужали, мы не говорили, что мы только про автоматизацию. Мы рассказывали в общем, да, о ресторанном бизнесе, да, мы рассказывали об общих проблемах, которыми сталкиваются люди, которые открывают рестораны. Например, у вас есть, скажем, медицинский центр, вы там, знаете, стоматолог. Не надо сужать, говорить только про стоматологию, про зубы. Говорите в общем про медицину. Если у вас там, не знаю, там бьюти-салон, где вы там делаете пилинг, шугаринг, там еще что-то, рассказывайте в общем про стиль, про дизайн, про моду, про красоту. Таким образом, горлышко воронки, ну, верхнее, оно будет намного шире. Дальше. Так, это я уже не успею. Продвижение и креатив, да, то есть тоже вот последний важный момент в SMM, который вы должны проработать у себя в проекте, это научиться правильно привлекать аудиторию к своим рекламным креативам, к своим баннерам. Вот основные принципы продвижения и креативов, которые я для себя обозначил. Первое, использовать парсинг, да, то есть принцип, есть два принципа использования парсинга. Это называется, я это назвал, кольца на воде, когда мы от меньшего к большему идем, скажем, когда вот у нас есть какая-то аудитория клиентов, которые у нас там покупали, либо там оставляли заявку. После этого мы расширяем эту аудиторию с помощью, скажем, функционал allow, то есть lookalike, он есть и в ВКонтакте, он есть в MyTarget, он есть в Фейсбуке. Есть второй принцип от большего к меньшему, когда мы сужаем, наоборот, то есть мы, скажем, не знаем, кто у нас купит наш продукт, у нас есть предположение, что это, скажем, полувозрастная вилка, там, 24-45 женщины, интересующиеся, там, красотой моды. Мы, соответственно, в Фейсбуке делаем общую настройку, у нас, скажем, там, потенциальная аудитория, там, 5 миллионов человек. Мы показываем нашу рекламу, после этого мы анализируем, какие сегменты отреагировали на нашу рекламу. То есть мы анализируем возрастные вилки, да, вот эти сегменты, там, трехлетки, там, скажем, не все, там, не вся вилка 24-45 у нас хорошо провзаимодействовала с нашей рекламой, а, скажем, там, женщины, там, 30-35, все, мы остальные можем отбросить. После этого мы анализируем, там, интересы, да, то есть чем интересуется данная аудитория. Таким образом мы дробим, дробим, дробим и идем от большего к меньшему. Дальше сбор первой активности за счет заразной аудитории, да, вот этой фишки меня научил один из крутейших трафик-специалистов, там, примерно три года назад. В чем смысл? Когда вы начинаете продвигать какой-то пост в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке, до того, как вы начнете его продвигать, вкидывать в него деньги в рекламу, соберите на нем активность. Потому что когда вы соберете на нем активность, там, кучу репостов, комментариев, лайков, для социальной сети это будет хороший контент. Потому что когда вы запускаете в рекламу, и на нем ноль лайков, ноль комментариев, во-первых, мало доверия к этому посту, да, к вашему контенту, я это еще называю эффект хомяка. То есть это когда, там, скажем, ну, или эффект бабушки, да, там, на улице, когда, там, ну, скажем, бабушки продают что-то на улице, там выстраивается очередь из бабулек, и другие бабульки с большей конверсией подходят и интересуются, что же там продают, встают в очередь, даже не понимают, что продают. Потому что эффект стада, да, грубо говоря. Вот, соответственно, здесь он тоже работает. И второй момент важен, то, что социальная сеть должна понять, а хороший ли это контент. Потому что если контент плохой, и на него много жалоб, то вы можете увидеть, во-первых, рейтинг вашего рекламного поста, да, там, в Инстаграм, в Избук или ВКонтакте, или еще другой сети, там, до 10, то есть 10 это максимум. Вот, и, соответственно, если там на нем много жалоб, мало с ним вовлечения, то стоимость открутки для вас увеличивается. То есть вы должны платить больше денег, чтобы ваша реклама продолжала показываться, потому что социальная сеть понимает, что этот контент нерелевантен. То аудитория, на которой вы показываете, а как бы, ну, социальным сетям невыгодно показывать нерелевантный контент, потому что, ну, зачем им плодить негатив. Соответственно, для того, чтобы социальной сети показать, что у вас крутой трастовый контент, соберите на нем активность прежде всего до этого. Как собрать? Делайте парсинг по, скажем, пабликам ваших конкурентов на активную аудиторию. То есть собирайте активную аудиторию тех, кто делал репосты вот у ваших конкурентов в пабликах. И вы показываете рекламу сначала на них, потому что я это называю заразной аудиторией. Это аудитория, которая любит репостить все, да, то есть комментировать либо репостить. Такая легково вовлекаемая аудитория. Соответственно, за счет этой аудитории вы набираете активность и после этого уже расширяете, да, там, свою базу, на которой вы показываете ваш пост, и таким образом дальше уже рекламируете за меньшие деньги. Дальше многоуровневый ретаргетинг. Тоже крутая фишка, когда вы работаете с базами. Вы делите вашу аудиторию, на которую вы хотите показать рекламу, на негатив, позитив, нейтрал. Скажем, ВКонтакте это можно сделать в рекламном кабинете, да. В Фейсбуке тоже можно разделить, там немножко танцы с бубнами придется сделать, но все же, то есть можно в увлечение тоже собрать в отдельную ретаргет-базу. Таким образом, ваша задача увеличивать базу позитива, уменьшать базу нейтрала, то есть нейтралы – это те, кто просто посмотрел вашу запись, но никак не отреагировал, не пожаловался, там, не подписался, не лайкнул. Ваша задача – работать, соответственно, с нейтралами. И уменьшать базу нейтрала, переводить ее в базу позитива и исключать базу негатива. И делать это с, там, тремя-пятью касаниями. Да, вот за счет этого у вас уменьшается стоимость подписчиков в разы, уменьшается стоимость клика в разы, и вы получаете более активную на выходе аудиторию для вашего отдела продаж. Дальше – автоматизация. То есть в продвижении важно использовать сервисы, скажем, по контролю ставок, по созданию большого количества аудиторий, по анализу эффективности этих аудиторий. То есть я сегодня сервисы эти дам, можете их там заскринить и ими пользоваться. Дальше – правильный выбор модели открутки. Есть две модели основные – CPM, CPC и Cosper Millennium, то есть плата за тысячу показов, Cosper клик, плата за клики. Соответственно, вам нужно понимать, в принципе, что и в каком случае использовать. Можете у меня на YouTube-канале найти видео, набрать Макс Белоусов, CPM, CPC, я там подробно рассказываю про вот эти две модели открутки. Очень подробно, прям поймете, чтобы сейчас время не тратить. Ну и дальше, соответственно, сегментация и мотивы для его аудитории. Вот важный момент именно мотивы. Потому что, смотрите, у меня уже язык и челюсть устало, настолько быстро я говорю. Так, надеюсь, у вас там мозг не пухнет. Напишите что-нибудь там нормально, как там слышно, видно, все окей. Там как-то там отпишитесь. Итак, мотивы целевой аудитории. Смотрите, я, скажем, потребитель никотина, да, то есть там я люблю кальяны курить, да, вот там. И если говорить про просто портрет сливой аудиторией, то я являюсь там мужчиной 28 лет, который употребляет кальян. Но если говорить про мотивы взаимодействия с этим продуктом, то я взаимодействую с продуктом кальяны различными способами, как минимум пятью. Смотрите, когда мне нужно поработать, я ищу кальянную, где тихо, где есть Wi-Fi стабильный, где, соответственно, мне никто не будет мешать, и я могу нормально поработать. Второй тип взаимодействия, скажем, с девушкой, когда я хочу покурить кальян с девушкой, я ищу кальянную с красивым дизайном, с барным меню в центре. Когда я хочу отметить день рождения, либо посидеть с друзьями, мне важно, чтобы там был PlayStation. То есть я назвал уже несколько мотивов взаимодействия с продуктом, при этом являясь одним и тем же портретом целевой аудитории. Поэтому мой вам совет, работайте не с портретами целевой аудитории, а именно с мотивами. То есть прорабатывайте, в каких ситуациях клиент может захотеть взаимодействовать с вашей услугой, либо вашей компанией. Дальше, примеры креатива, который работает, и почему он работает. Хорошо работает использование живых лиц, то есть не стоковых картинок, а именно живых, настоящих людей, либо вас, либо вашей команды. Какие-то разрывы шаблона, либо юмор. То есть вот примеры того, как это можно использовать. Либо ситуативный маркетинг. То есть, скажем, сейчас самоизоляция, коронавирус, и многие компании использовали это в своих рекламных активностях. То есть немножко обыграв вот это, и это привлекает внимание, это весело, и такая реклама становится вирусной. То есть люди ее друг кидают, и она запоминается. Также ситуативный маркетинг – это когда вы, понимая внешние факторы, скажем, самоизоляции, многие компании, которые занимаются ивентами, концертами, они перешли в онлайн. То есть вы тоже можете, используя внешние факторы, как-то быть более гибкими в рекламе и в вашем продукте, и используя это можно и в SMM. Вот, скажем, хороший пример того, как это делает Blackstar Burger. Можете в Инстаграме найти их контент, очень крутой, часто используя ситуативный маркетинг. Прям классно, можете посмотреть, проанализировать. Вот это прям пример того, как это круто делается. Ну и примеры других компаний, которые тоже используют эти приколы с гречкой, с туалетной бумагой, с удаленкой. Различные компании, там и Сбербанк, и Ситимобил, сидим дома. Но при этом не забывайте о том, что креатив не должен быть во главе стола. То есть вот как здесь на примере, там вроде прикольный баннер, где написано, если эта реклама не сработает, то уволим нашего маркетолога. Круто, но при этом непонятно, что продается. Соответственно, скорее всего, маркетолога уволили. Поэтому не надо делать креатив ради креатива. Вот. Принципы, какие креативы, основные есть. Вот, пожалуйста, можете заскринить. Я не буду тратить время на пересказывание этих принципов. Более подробно тоже об этом рассказываю в «Психологии влияния в маркетинге». Можете отдельно посмотреть часовой мое выступление на YouTube. Вот. Дальше. Да, кстати, напоминаю то, что если вы будете меня выкладывать в Stories с пометкой моего профиля, то всем, кто меня отметит, скину эту презентацию. Куча слайдов, 85 слайдов, куча полезной информации и секретный доступ к моим бонусам. Важный момент, который вы должны помнить, когда будете создавать контент в SMM, да, там, рекламу. Это то, что нужно продавать результат. То есть не нужно продавать процесс. То есть, как правило, маркетологи делают ошибки, когда показывают, продают именно процесс. Скажем, пример с фитнес-залами, да. То есть если продавать процесс, да, что большинство делает, это вот, посмотрите на наш новый зал, посмотрите на наше, там, оборудование, мы закупили новые блины, да, там, еще что-то. Людям нахрен это неинтересно. Что им интересно? Им интересно, какой результат они получат, какая трансформация с ними произойдет за счет вашего продукта, за счет вашей услуги. Поэтому всегда показывайте результат. Естественно, результатом взаимодействия с фитнес-центром будет там красивая попка, там, не знаю, там, подкачанные руки. Но при этом результат красивой попки подкачанных рук какой? Я нашла себе мужа, я нашел себе, там, любовницу-жену. Так, пам-пам-пам, супер-контент, спасибо, стараюсь. У меня уже голова немножко трещит от того, что я быстро очень говорю, но стараюсь больше дать вам. Итак, про геймификацию, да, вот хотел рассказать. Вот сейчас покажу примеры того, как можно вовлекать аудиторию, за счет чего и как это можно реализовывать. Скажем, вот у нас был один из кейсов в рекламном агентстве. Это сервис, adult-сервис, 18+, по видеочату. Может, кто-то знает, сервис Bongo Camps, он входит в топ-5 adult-сервисов, там, после порнохаба. Соответственно, что мы сделали, да, мы понимали, что закрывать влог, типа, надо там, зарегистрируйся, посмотреть, как девушка раздевается на камеру, это как бы такое себе, и вряд ли это пропустить в рекламе. Мы, естественно, использовали, во-первых, юмор, да, то есть что в основном мы делаем, там, скажем, Durex, либо Pornhub, тот же самый ВКонтакте. Второе, мы сделали квесты, да, типа, ребята, вот, там, скажем, квест одной руки Джо, типа, там, крутани барабан, и в комментариях, типа, напиши, там, естественно, то, что ты крутанул, и тебе в комментариях паблик ответит, выиграл ли ты что-то. Либо там был квест «Убей дракона». Люди писали, типа, там, защита, либо нападение, там, либо, там, отрубить ему, там, хвост и так далее. Вот, им начислялись баллы. И в итоге мы, тем, кто набирал большее количество баллов, причем еще баллы можно было заработать за комментарии, за лайки, за репосты, мы дарили какие-то ништяки в этом сервисе. Очень круто работает, очень классно вовлекает, и это можно использовать абсолютно в любом бизнесе. Также вот Тони Робинс, пример, да, вот, когда был ланч и запуск по вывозу самой большой делегации в Лондон, ну, вывезли 2000 человек на тренинг Тони Робинса, русскоязычной аудитории, я подумал, что людям, которые не могли уехать в Лондон, им будет скучно и грустно, соответственно, я придумал такую фишку, что выдавать сертификат огнепроходца, потому что на тренинге Тони Робинса ходит по углям, тем, кто напишет под закрепленным постом что-то связанное с Тони Робинсом, хэштегом Тони Робинса, сделать себе репост. И те люди, которые это делали, им высылалось именной сертификат с использованием их аватарки, где было написано, поздравляем, вы получили сертификат ходящего по углям. И, естественно, еще аватарка этого профиля выводилась на аватарку сообщества. Очень крутая вовлеченность, куча комментариев, люди прям были счастливы получать такие сертификаты, и какая-то часть из них даже закрылась в семинар, потом поехали. Вот, тоже пример того, как это было реализовано. Сейчас еще очень круто работают сервисы Active Users и Автопилот. С помощью них, вот, ВКонтакте, скажем, ребята разработали целую игру по типу GTA, да, то есть прям вот реализовали прям всю модель, там, квестов, убить босса, назывался Road to Cash Town, может быть, видели. Вот, соответственно, тоже пример того, как можно вовлекать аудиторию с помощью контента, с помощью каких-то заданий, причем реально полноценная игра, просто в личке и в постах ВКонтакте. Соответственно, вот тоже берите на вооружение, классная штука, используйте. Вот, тоже сейчас недавно вышла Airheon, игра от тех же создателей, которые поработали просто охренеть, какую вариативную игру тоже, вот, посмотрите, если интересно, почитайте, там, поучаствуйте. Вот, у меня есть знакомый Владислав Яско, который тоже вот с помощью геймификации увеличил доходимость в своем курсе по обучению Инстаграма до последнего занятия. Люди, там, вовлекались, общались, там, репостили, делали задания, зарабатывали баллы. В общем, это очень крутая работа, и всегда в положительную сторону. Прямо вот берите на вооружение геймификации, вовлечения. И последнее, что я сегодня хотелось дать вам, это сервис, с помощью которого вы можете реализовать автоматизацию своего СММ и трафика. Уже говорил сегодня про сервис контроля ставок ВКонтакте, это сервис Kairos, вот, можете заскринить, потом его изучить, пользоваться. Я им пользуюсь уже порядка трех лет, и он мне экономит порядка 50, до 50% клиентских денег. Потому что, если говорить про аукцион, то аукцион в разное время разный. То есть, с утра он не разогретый, а вечером он супер разогретый. Если вы не контролируете вручную ставку, то есть, скажем, просто поставили там 200 рублей за 1000 показов, и у вас там целый день крутится, то вы, скорее всего, утром и днем переплачиваете, потому что нет такого большого количества рекламодателей, которые рекламируются на ту же самую аудиторию, что и вы. А вечером, скорее всего, недоплачиваете. Соответственно, вечером вы недополучаете показов, а с утра и днем вы переплачиваете. Это все равно, что, скажем, такси заказать. То есть, скажем, вам нужно добраться в центр. Если трафик большой, вы встали в пробку, вы, естественно, переплатите за поездку, при этом дистанция одна и та же. Если с утра нет машин, поездка вам стоит дешевле. То же самое с аукционом в социальных сетях. Поэтому важно, чтобы машина, машинный интерфейс, искусственный интеллект, нейронная сеть, она контролировала ваши ставки. Вот есть сервис Kairos, можете пользоваться там. Скажите, от Макса вам, возможно, дадут скидку. И для Facebook и Instagram, Facebook рекламного кабинета MagicX, сервис, который позволяет работать с большим количеством аудитории. Вот два сервиса, которыми я пользуюсь. Также динамический крио. В Facebook и в Instagram есть такая возможность загрузить до 10 картинок, до 10 заголовков, до 10 текстов. Facebook сам это все скомпилирует, склеит все это и сам определит, какие связки наиболее эффективны. То есть тоже пользуйтесь обязательно. Так, это уже не успеваю. Вот просто прокликаю сервисы, там делайте, успевайте скриншоты. Кому будет нужна презентация, вы знаете, что делать, отмечайте меня в Instagram, пишите положительные отзывы, я вам скину эту презентацию и бонусы. Пам-пам-пам. Вот сервисы парсинга 3 основные. Это Церебро, Пеппер Ниндзя и сегменты, которыми я пользуюсь. Вот подробнее про многоуровневый ретаргет здесь объясняется. Здесь рекомендации по перформанс-маркетингу. Быстро фоткайте. Анализ интересов аудитории. Тоже есть такой сервис прикольный, которым можно пользоваться. АБТ сайтов. Вот топ-6 сервисов, которые я пользовался в этот год. То, что можете заскринить. Все, я успел. Я уложился в 45 минут. Чуть дольше, да, но все-таки успел в тайминг. Итак, кто хочет получить бонусов на 50 тысяч рублей и презентацию, отметьте меня в сторис, мой ник небо табу в Instagram. Получите секретную ссылку и радуйтесь крутому контенту. Все, спасибо. Вот мои контакты. Надеюсь, вам было полезно. Старался уложиться и дать максимум. Подписывайтесь на меня, смотрите, читайте. Всем удачи, всем высоких конверсий.